Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу информирует. Всего с начала 2024 года на территории Ленинского городского округа произошло 23 пожара, на которых погибло 2 человека. Так, 21 января текущего года в 3 часа 47 минут поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме по адресу Ленинский городской округ, деревня Ближний прудищий, дом 14. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение дома по всей площади. В результате пожара погибли женщина 1977 года рождения и молодой человек 2005 года рождения. В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка. Отмечу, что ежегодно более 70% пожаров происходит в жилом секторе. Основными причинами возникновения пожаров в текущем году являются неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования или электросети. Уважаемые жители Ленинского городского округа, соблюдайте требования пожарной безопасности. Не используйте поврежденные электроприборы и электропроводку. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроботовые приборы. Не перегружайте электросеть, включая в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей. Установите на вводе электросети в жилье устройство защитного отключения, так называемое УЗО. Это позволит предотвратить возникновение пожара при коротком замыкании в случае нагрева и оплавления электропроводов. Не оставляйте без присмотра и не поручайте детям самостоятельно контролировать работу электрообогревателей, а также процесс топки печей и каминов. Обращаясь к родителям, рекомендую проговаривать с детьми порядок действий при обнаружении первых признаков пожара. При обнаружении запаха гари, задымления, необходимо незамедлительно эвакуироваться из дома или квартиры наружу и сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 112 самостоятельно или попросить об этом взрослых. Объясните ребенку, что прятаться от пожара под кроватями, в шкафах, в углах дальних комнат или пытаться спасти домашнее животное или любимую игрушку – опасно для жизни. Убедите своего ребенка, что он – самая главная ценность в вашей жизни, которую нужно спасать прежде всего. Эвакуируясь из дома, необходимо плотно закрывать за собой двери. Это замедлит процесс распространения пожара. Одно из частых условий, способствующих наступлению трагических последствий при пожаре – позднее его обнаружение. Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем установить в жилых комнатах автономные дымовые пожарные извещатели, которые на ранней стадии пожара повестят вас о его возникновении. Напоминайте детям и пожилым людям единый телефон службы спасения 112. С вами был начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Дешкин. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких.